Серия озвученных публикаций от Юлиана Лайтворьер. Теневые стороны как основной двигатель прогресса вашей души. Одна из самых опасных и трудно определяемых теневых сторон – это перфекционизм, синдром отличника. Опасной она является по той причине, что обществом и семьей поощряется хорошее и правильное поведение, которое в рамках социальных стандартов определяется как четко прописанные действия. Религия и общественные нормы делят действия на правильные и неправильные, тогда как в действительности не может быть так, что какое-то действие в каждой ситуации будет правильным или неправильным. Действие не значит ничего, их эффект определяется мотивом, с которым вы их совершаете. Результат действия будет правильным, а точнее справедливым с точки зрения кармических законов, причины и следствия, тогда, когда вы все решения и действия предпринимаете в своих интересах, то есть делаете для себя, то есть так, чтобы ваше решение дало вам максимум позитива, спокойствия, счастья, свободы, даже если это решение причинит боль кому-то. Боль – следствие позиции жертвы, в которой находится человек в результате нежелания посмотреть на происходящее с глобальной перспективы и увидеть в боли урок, который был дан человеку для того, чтобы он в итоге пришел к счастью, свободе и осознанности. Боль не может причинить кто-то или что-то, так же, как кто-то или что-то не может сделать вас счастливыми. Ваше восприятие – вот что окрашивает происходящее в черное или белое, и уже от вашего отношения зависит то, какой эффект даст то, что случилось. То есть это вы причиняете себе боль своим восприятием, но точно так же вы делаете себя счастливыми. Все в голове, все ключи и центр управления вашей реальностью там, и чтобы получить туда доступ, вам всего лишь нужно стать наблюдателем, то есть включать осознанность в процессе проживания реальной жизни, направляя свой фокус внимания на поиск смысла во всем и соединяя внешние события с вашим внутренним состоянием и реакциями. Так вы соединяете разум и сердце, что позволит вам обрести гармонию между внутренним и внешним, между интуицией и рациональным мышлением, между женским и мужским, между материальным и духовным. И наоборот, если вы совершаете самые благовидные с точки зрения морали поступки, но при этом ваш мотив действий направлен на то, чтобы угодить и быть хорошим, для кого-то или кого-то переделать ради его блага, то вы сливаете свою энергию, и результат не принесет желаемого эффекта ни для вас, ни для адресата ваших действий. Поверхностный и временный эффект может быть позитивным, но в долгосрочной перспективе ни вы, ни душа не усвоят урок, а значит замедлятся в своем развитии. Вы можете делать что-либо для других, но с таким мотивом, что вам реально нравится помогать людям и нести добро. Если это так, то у вас не должно быть потом разочарования и обиды из-за того, что человек не ответил вам тем же. Ожидание от человека определенного отношения за то, что вы оказываете ему помощь, уже говорит о том, что вы действуете из эго, пытаясь контролировать чужую судьбу. Можно сколько угодно говорить о том, что вы действуете из любви, и ваша цель – нести свет, но пока вы чего-то ожидаете взамен от людей или пространства, ваше утверждение о любви будет являться самообманом, который в энергетическом плане принесет лишь пустоту. А так как в новое время на первое место выходит энергия, то и в материальном мире от действий, лишенных любви, не будет толку. Если и делать для кого-то, то только безусловно. А безусловно и без ожиданий можно делать только из ресурсного состояния. Ресурсное состояние – это не конкретные действия, а то, что позволяет вам пребывать в счастливом и гармоничном состоянии в моменте. Поэтому ум сколько угодно может кричать о морали и общепринятых правилах, а сердце может говорить совершенно другое. Сердце просит вас выбирать себя, потому что оно подчиняется только одному закону – Вселенскому закону высшего порядка, который носит название безусловной любви, которая является ни в хорошем поведении, ни в удобном отношении и ни в добрых словах. Безусловная любовь проявляется в принятии всего как опыта, в принятии всех душ как учителей, играющих друг для друга роли в целях эволюции Вселенной. И в выборе себя, исходящем из осознания того, что с одной стороны всё едино, так как имеет единое происхождение – это источник, а с другой стороны у каждой формы жизни свой путь, неправильный и не неправильный, просто свой, уникальный и неповторимый, поэтому не имеет смысла вмешиваться в чужую судьбу и решать для другого человека, в том числе причинять ему добро, потому что вы не можете от ума знать, как будет лучше для его души. Однако вам и не надо этого знать. Всё, что вам нужно – это поступать из любви к себе. Тогда вы будете автоматически действовать в соответствии с Верховным Вселенским Законом – любовью, а значит, результат всех участников процесса будет справедливым, а ваши действия законны, и вы не понесёте негативных последствий в том случае, если будете поступать из любви к себе. Тот, кто пришёл к состоянию безусловной любви, тот мыслит другими категориями. Такой человек руководствуется сознанием единства, поэтому он не может причинять реальный ущерб и не способен на бесчеловечные поступки. В связи с этим человек нового времени не нуждается в надзоре и контроле со стороны земной правовой системы. Государственный аппарат управления и регулирования общественной жизнью в случае представителей нового времени лишь замедляет и саботирует процесс эволюции. Поэтому законодательная, исполнительная и судебная власть совместно с другими институтами, регулирующими жизнь общества, будут претерпевать существенные изменения в скором времени по мере ускорения трансформационных процессов, подводящих осознанную часть человечества и планету к решающему скачку в новое измерение сознания и плотности. Люди нового мира перейдут к большей автономии и саморегулированию, так как они достигнут сознания единства, в котором не будет дуальности в том виде, в котором она существует сейчас. Полярность энергии останется, инь-янь, тьма-свет, однако она будет использоваться осознанно. Противоположные свойства полярных энергий будут применяться в созидательных целях, как это было испокон веков в тех мирах, где отсутствует разделение. Матрица, сущности, проклятие, отработка кармы через страдания – все это существует только для тех, кто разделяет мир на черное и белое. Можно выбрать любую точку обзора, и в зависимости от того, какое отношение выбираете вы, развернутся дальнейшие события вашей судьбы. Если вы хотите быть неуязвимыми для влияния тьмы, то вам нужно научиться воспринимать эту тьму как учителя, дающего вам возможность разобраться в себе, в своих теневых сторонах и тем самым раз за разом, сталкиваясь с негативными событиями или состояниями, становиться лучшей версией себя, используя тьму как точку своего роста и выражая ей свою благодарность на уровне души за возможность развиваться и расти как личность и как душа. Если вы развиваетесь, то развивается и вся Вселенная, так как вы являетесь частью единого целого, познающего себя во всем разнообразии форм жизни. А значит, сталкиваясь с тьмой, вы каждый раз помогаете Вселенной расширяться и совершенствоваться. Следовательно, перед тьмой стоит очень важная задача создавать условия для эволюции миров, действуя в противовес свету и тем самым давая возможность сначала падать на самое дно, а затем отталкиваться от него и с каждым разом взлетать еще выше. Тьма снаружи – это всего лишь отражение вашей внутренней тьмы, то есть теневой стороны вашей личности, выход которой не даете вы силу внутренних запретов и убеждений. Поэтому, вместо того, чтобы злиться на то, что кто-то проявляется по отношению к вам негативно или расстраивается из-за того, что обстоятельства складываются не так, как хотелось бы вам, ваша задача – обратить свой фокус внимания на поиск причины раздражения внутри себя. Вас не раздражают все вокруг, вас раздражает кто-то или что-то конкретное, вас может не раздражать то, что выносит мозг, например, вашему другу, и в то же время ваших друзей может не раздражать то, что приносит боль или недовольство вам. Это еще раз говорит о том, что раздражитель находится внутри вас, а другой человек или обстоятельства всего лишь отражают ваши стороны характера и эмоциональные блоки, которые образовались вследствие невнимания к желаниям души. Следовательно, ваша цель – найти внутреннюю причину злости, раздражения, обиды, страданий, стыда, вины и осознать ее и обезвредить, поменяв свое отношение и действия на такие, которые бы устранили недостаток внимания к каким-то сторонам вашей личности и дали выход тем эмоциям и намерениям, которые подавлялись вашим внутренним критикам, взросшенным социальными стереотипами, родовыми установками или болезненным опытом прошлого, не только из этой жизни. Все проблемы, как начинаются, так и заканчиваются в голове, и для того, чтобы исцелить и трансформировать свои теневые стороны, нужна всего лишь внутренняя зрелость и готовность посмотреть на то, что вы в себе подавляли годами. Посмотреть и принять в себе эту сторону или стороны, простить себя за то, что не позволяли ей выхода, поблагодарить себя, что таким образом создали для себя идеальные условия для развития и отпустить все предубеждения и запреты, дав выход всему, что накапливалось и держалось под замком долгое время. Тогда дисбаланс энергий устранится, и вы придете к новому пониманию себя и мира. Возможно, у вас сформируется новая система ценностей, другие взгляды, изменится характер и, главное, внутреннее состояние. Субтитры создавал DimaTorzok